Всем привет, с вами Мосс. Во-первых, ребят, огромное спасибо всем тем, кто пришел вчера на нашу мега-сходку на матч фиферов и футбольных фристайлеров на парке культуры в музее Москвы. Несмотря на проливной дождь, это было адски круто, вы так за нас болели, так поддерживались трибун. И дальше вот эта двухчасовая автограф-сессия под проливным дождем, это было просто незабываемо. Очень надеюсь, что такое мероприятие проходит не в последний раз. Гудмакс и Герман большие молодцы, потому что именно они намутили этот движ. Ну а в этом ролике пойдет речь о еще одном и тоже не менее классном мероприятии, но оно просто было 18+, и таким более камерным. Ну, представьте себе ситуацию. 8, опять же, топовых фиферов, топовых летсплейщиков, которые фифой вообще не занимаются. Вот они взяли и зарубили с контроллерами на Никольской в самом центре Москвы, просимулировав все матчи плей-офф чемпионата мира. Тоже получилось очень классно, ну, томить не буду, прямо сейчас просто пожелаю вам приятного просмотра. Панда FX, Денчик Фломастеров, Гудмакс и худой ноу-нейм с фиферской стороны, ну а с летсплея на блогерской, Филиппин, Валай-Балалай, Хоббит и Пазл. 5 миллионов подписчиков на 8 человек. Таков боевой состав нереального плей-оффа. Происходило сие мероприятие в Папас-Баре на Никольской, считаю в самом центре добрейшего безумия, которое вершится тут на протяжении всего чемпионата мира. Комментирует все предстояло картавому Нику. В общем, подбор ребят воистину классный, атмосфера экстримли френдли, но и лицом в грязь ударить никто не хотел, по крайней мере среди фиферов. С турнирной точки зрения, играть нам предстояло за сборной участницей плей-офф, парой те же, что на реальном мундиале. На первой жеребьевке каждый вытаскивал по две сборные, ну и че тут лукавить, мне повезло и с командами, и с соперниками. Первым под неразмявшуюся, но от того не менее горячую руку попал Пазл, который, если верить легенде, в фифу играет от силы раз в пятый. У меня Аргентина, у Пазла Франция. Шоу ради я решил не жестить, и по ходу Песы пытался всячески приободрить оппонента. Несколько неплохих атак в исполнении Пазла таки случились, и только скромные 2-0 в мою пользу. Следующий на очереди Филиппин. Топ-летсплейщику с без малого трехмиллионной аудитории предстояло тащить Японии, матч против Бельгии. В Пабге, думаю, моя башка регулярно бы встречалась с его сковородкой, но фифе оно вышло ожидаемо и предсказуемо. Хотя сам матч получился более-менее бодренький. Далее по турнирной сетке встречались исключительно фиферы. Перед четвертьфиналом новая жеребьевка и здравствуй, Швейцария. Швейцария достается мозгом. Игры против меня. В соперниках Туманный Альбион под руководством Великого и Ужасного, Саутгейт курит в сторонке. С Максом мы в этом году играли и не раз, но тут отнюдь не алтимейт, и уровень команд как ни крути сказывается. С летсплейщиками я бы себе такого не позволил, а в матче с Гутий вынужденно врубил сушилку на полную мощь. Спасибо Обороне и Зоммеру, кое-как дотерпел до серии пенальти, ну и тут их хвала туторам. Победа с нулями ударов в створ – это мой новый антирекорд. Никогда раньше такого не было. В полуфинале мне предстояло встретиться с Денчиком, которому жеребьевка дала вполне себе солидный уругвай. Фифу я с Фломди не катал ни разу, и тут нужна была разведка. В ходе одной из-за вылазок баночку таки удалось закатить, а в обороне все было четко и надежно. Группа поддержки у Дена по классическим лекалам наших челленджей, и во втором тайме мне пришлось в одиночку противостоять и Денчику, и Чите Ромароевых. Не только морально, но фактически и даже немного физически. Коварно отвлекая престарелого красноглазого зануду, Ромчик овладевает контроллером и сравнивает счет. Я не засчитаю этого, серьезно. Я его не засчитаю, серьезно. Судейские решения – это, конечно, хорошо, но в этой ситуации хотелось самому расставить все точки. Летим в атаку, и в концовке Денчик и сотоварищи ловят вторую банку. Ребятам спасибо за поддержку, но матч вымотал знатно. В финале встреча с абсолютно неудержимым в этот вечер пандой. Мы оба, как истинные патриоты, хотели сыграть за Россию, а мне она, собственно, и досталась. Андрей вытащил Бельгию. То ли час поздний, то ли надо было скромнее наседать на угощение, но степень красноты моих глаз четко отражала расклады на поле. Что в первом, что во втором тайме у меня совсем не шла игра в пас, и панда меня знатно возил. А Кенфиев старался как мог, и пару опасных моментов через «не могу» сочинить получилось, но второй галешник в концовке провозгласил панду победителем нереального плей-оффа. Ну, тут на самом деле заслуженно и без вопросов. Ну, а после – небольшая фотосессия, а затем уже не на камеру, прогулка по центру Москвы и скромная автопати. Мероприятие прошло реально классно, летсплейщики тоже оказались очень живыми и приятными в общении ребятами. В общем, надеюсь, в таком формате собираемся не в последний раз. Не, ну, конечно, мне было немного обидно, что я не выиграл финал, но, правда, панда играл лучше, и я уже совсем был в какой-то некондиции, поэтому закономерный счет, а что касается мероприятия, и с точки зрения организации, и с точки зрения подбора участников, это очень важно, и с точки зрения атмосферы, все было на высшем уровне, лично мне очень понравилось. А если вам это видео понравилось, то не забудьте влепить лайк. Если вы впервые на канале, обязательно подписывайтесь на него и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить свежий ролик. Ну, а ссылка на группу ВКонтакте и на мой Инстаграм. Обязательно подписывайтесь на Инсту, там публикации редко, но метко. Ну, в общем, все ништяки будут, как всегда, в описании ролика. Всем пока, с вами был Мосс, скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok